На две недели эта сораюшка стала домом для малышей. Спали прямо здесь в куче грязного тряпья. Запах здесь стоит такой, что глаза начинают слезиться. Даже бегового взгляда достаточно, чтобы понять, жить в таких условиях нельзя. Но выбора у детей мальчика двух и девочки пяти лет попросту не было. Вместе с отцом они приехали в Красноярск из Казачинского района. Мужчина искал заработок. Приют нашли на улице Цемлянской, в одном из домов, где постоянно собираются местные алкаши. Отец потом отыскал другое жилье, а дети остались здесь. На ночь распустила, потому что я посмотрел в этой стайке, ну ладно, у меня хоть, я его обогрела, у меня хоть там диван есть, на диване хоть поспалил ребятишки. Пельмени наварила, там чаю, печенюшки им дала хотя бы. Но потом мне, зачем, я откуда знаю, откуда они, кто и как, не дай бог ответственности. А потом мы почему ей позвонили, ну так не делается. А если он их украл, не дай бог. Приехавшие полицейские решили, детей нужно срочно забирать. Их распределили по городским приютам. Визуальный осмотр врачей показал, что они в порядке. Но состояние детей пока комментируют осторожно. Известны только некоторые подробности о старшей девочке. Никакого истощения, либо каких-то видимых признаков нарушения здоровья девочки не обнаружено. На данный момент она планируется ее обследование узкими специалистами-медиками. Пока отец ребенка не идет на контакт, то есть непонятна причина, почему ребенок оказался в такой ситуации. Это будет известно, когда будет комплексно обследована вся ситуация, когда будут проведены беседы с родителями и пройдут комиссии по определению вообще статуса ребенка и его дальнейшего жизнеустройства. Делом сейчас занимаются и полицейские, и следователи. Пока семья жила в Казачинском районе, она в поле зрения правоохранительных органов не попадала. Теперь нужно собрать досье на этих людей, оставивших своих детей практически на произвол судьбы. Известно, что родители у ребятишек есть, однако они ведут антисоциальный образ жизни, употребляют спиртное, детьми не занимаются. По мнению местных жителей, они обращались в органы полиции, однако адекватных мер принято не было. В настоящее время по данному факту начата доследственная проверка. Сколько времени все это займет, пока точно сказать нельзя. Но уже известно, что органы опеки будут настаивать на лишении этих, так сказать, отца и матери родительских прав. Сергей Сеславин, Алексей Гусев, Енисей. Новости.